Святым ключом Святым ключом называют не только целебный, благодатный источник на левом берегу Камы. Это название ближайшего пригорода современного промышленного города Нижнекамска. Правда, сейчас на географической карте он обозначен как Красный ключ. Это название поселок получил после революции. История Святого ключа уходит в далекие века. Памятной вехой в этой истории стал 1661 год, когда исламский имам Духих Асмагеджан обрел в этом месте над источником икону святителя Николая. Песня На склоне горы он вырвал пещеру, рядом соорудил купальню, которая наполнялась водой из источника. Над пещерой он построил часовню. На этом месте он поставил часовню. Естественно, эта часовня утрачена за столько веков, в том числе и богоборческого времени. Но говорят, что она очень хорошо была видна с реки. А в свое время река была очень судоходной. Через эти места шли караванные пути, в том числе и купцов, которые следовали в Китай, в Персию за специями, шелками, чаем. И здесь останавливались купцы и паломники, и православные, и мусульманские. Намоленные воды родника, почитавшиеся целебными, одинаково признавались и мусульманами, и православными. А население здесь, оно испокон веков было смешанным. Удивительный Божий промысел раскрывается на этом святом ключе. Господь наш Иисус Христос через своего святителя Николая открылся человеку другой веры, чтобы он возвестил святость этого места всему миру. Поэтому разные народы на этой земле живут мирно и дружно. Мусульмане уважают и чтут христианские святыни. На самом деле в поселке, в добрососедстве, дружбе, в понимании две основные религии проживают. Это ислам и православие. Я знаю, что наши бабушки и мусульманки, и христиане сидят за одной лавочкой, разговаривают, мило беседуют, ходят друг к другу в гости. Если вы, наверное, заметили, заезжая на Красный Круч, у нас стоит мечеть. Чуть подальше стоит православный храм. Ко мне приезжали гости со Словакии. Они были удивлены вот этому соседству. Вы знаете, для нас это как само собой разумеющееся. Мы на это внимания не обращаем, что вот так, скажем, на одной территории, без деления, без границ, вот это все можно, может проживать. А, наверное, все-таки вот эти корни, они вот как раз вот там, в 1666 году, когда вот это все зарождалось. И, наверное, это здорово. Люди едут к Святому Ключу из ближних и дальних весей, чтобы прикоснуться к животвоящей силе Божией благодати и исцелить не только тело, но и душу. Это место – это сегодняшнее сердце родника, это сегодняшний источник. Потом его русло делится на несколько жил, но Святой Источник берет свое начало именно здесь, именно вот в этом месте. Святой Ключ – это отмеченное Богом место на земле. Это не только святое место, это место святых. В 1882 году в Святом Ключе впервые появился святой праведный Иоанн Кронштадтский. Это имя сегодня дорого каждому православному человеку. Его еще называют русским Николаем Чудотворцем. Иоанн Кронштадтский уехал сюда по приглашению своих духовных чад большой дружной купеческой семьи Стахеевых, чтобы благословить их на покупку Святого Ключа. Он осветил это благодатное место и отслужил здесь первый молебен. Так начался новый этап в истории Святого Ключа, когда хозяевами этой земли стали купцы Стахеева. Это была одна из самых богатых семей в России. Стахеевым принадлежали золотые прииски в Западной Сибири, нефтяные промыслы, пароходство, заводы и фабрики, мельницы и сотни магазинов. Русский царь Николай II очень уважал Стахеевых и держал акции их торгового дома. Их знали не только в России, но и в Европе, и в Азии. Особняки Стахеевых до сих пор украшают Елабугу, Москву, Санкт-Петербург, Крымское побережье и другие города. Самой главной отличительной чертой этой семьи была благотворительность. В свое время Стахеевы приобрели вот эту летнюю дачу. Наверное, тоже не случайно приобрели. Люди были умные, грамотные, меценаты были. В свое время они на Красном Ключе открыли школу, бесплатную школу для детей. И в эту школу могли ходить все. Они привезли учителя со столицы. И этот преподаватель преподавал детям. Такая школа была открыта. В течение 40 лет, из года в год, они отдавали по миллиону рублей на благотворительные цели. На средства Стахеевых в Елабуге и других российских городах были построены монастыри, церкви, часовни, приюты для престарелых, богодельни. Удивительно красивым они сделали и Святой Ключ. Они завезли сюда саженцы пихты, кедра, голубой ели, заложили оранжереи с редкими южными деревьями и кустарниками. В самой усадьбе был разбит большой сад, построены теплицы. Даже зимой в угодьях Стахеевых росли овощи, клубника, живые цветы. Особенной красотой отличался деревянный двухэтажный дачный дом. К сожалению, здание до нашего времени не сохранилось. Остался единственный дом, принадлежавший зятю Стахеева. Это единственное сохранившееся строение из огромного, ну, говоря сегодняшним языком, из огромного комплекса дачного, огромного клана Стахеевых. Слава Богу, наконец-то, кажется, пришел день этого особняка, он будет восстановлен, и в нем планируется создать достаточно оригинального формата музей. В России было много богатых и зажиточных купеческих семей, но Стахеевы отличались своей любовью к Богу, к России и к русскому народу. На примере их жизни можно понять, какими были возможные альтернативы к крушению Российской империи. На рубеже XIX и XX веков Россия переживала бурный процесс модернизации. Пришло время банков, быстрых капиталов и коммерческой прибыли. В те времена, в синодальный период, очень сложным было и положение церкви, когда она практически всеми воспринималась как один из институтов государственной власти, а священники — как государственные чиновники. Все это вело к упадку нравов, развращению народа и потере веры. Видя все это, Господь послал в погрязшую в грехах Россию верного раба своего, святого праведного Иоанна Кронштадтского, проповедовать покаяние и пророчествовать. Так библейский пророк Иоанна предупреждал о гибели Неневии, столице Ассирийского царства в 862 году до н.э. Три дня он обходил город, проповедуя о гневе Божьем за развратную и недостойную жизнь неневитян и о том, что город будет разрушен и сметен с лица земли, если люди не покаются и не исправят свою жизнь. И неневитяне поверили пророку. Весь город, от стариков до младенцев, во главе со своим царем просили у Бога прощения. Все жители города каялись, постились и плакали. И не только люди, но и животные. Их не кормили, чтобы коровы мычали, а овцы блеяли. Стон, плач и рев стояли по всему городу. И Бог услышал их и сменил гнев на милость. Неневия была спасена. Во второй половине XIX века неневией стала Россия. И святой праведный Иоанн Кронштадтский был послан Богом к русскому народу, как некогда пророк Иона к неневитянам с проповедью покаяния. Иоанн Кронштадтский творил апостольские чудеса, исцелял больных и бесноватых, помогал бедным и немощным, вразумлял заблудших, проповедовал в храмах и на улицах. Его звали в лачуге бедняков и во дворце аристократов. Народ боготворил его, потому что он не просто говорил о Христе, а жил со Христом и во Христе. 54 года пророк Божий, святой Иоанн Кронштадтский, проповедовал покаяние в России. Но ни народ, ни царь не вняли голосу пророка. И только немногие люди услышали святого и изменили свою жизнь. Пример тому – семья Стахеевых. И сегодня святой праведный Иоанн Кронштадтский возвращается в те места, где он был услышан, на святой ключ. Первый храм, который мы здесь построили, в честь Иоанна Кронштадтского. И до сих пор мы чувствуем помощь Иоанна Кронштадтского во всем, что здесь делается. Присутствие Иоанна Кронштадтского, его молитвы просто ощущаешь, просто ощущаешь чудесным образом. Мне уже доказывать не надо, что я верующий человек. А некоторые, вот только пришедшие, допустим, строители удивлялись. Вот необходимая вещь такая, и денег нет, там что-то по стройке. Находится человек, Господь посылает, по маленькому, приходит человек, и предоставляет свою душу. Сейчас мы видим чудесные золотые купола. Сто с лишним лет назад примерно на этом месте стояла та самая домовая церковь купцов-стахеевых, в которой служил свою последнюю литургию в этих местах, святой Иоанн Кронштадтский. А вот в этом домике, сегодня ветхом домике, которому тоже уже больше ста лет, с этого домика начинался наш храм. Именно сюда пришел отец Георгий, здесь отслужил первую литургию, и этому всему несказанно. Рады были люди православные. В этом доме, дома тоже уже больше ста лет, была отслужда первая литургией. Людей было много, и мы как-то потихонечку начали служить в этом домике. Батюшка очень скромно сказал, ну, это был домик. На самом деле, люди сюда всегда приходили, как в храм. То есть это был самый первый храм. И после него через 2-3 года появился храм во имя Иоанна Кронштадтского. Место это освещено стопами Иоанна Кронштадтского. И как-то, вы знаете, изнутри какое-то желание здесь построить максимум для будущих поколений. Помимо того, что мы построили храм Иоанна Кронштадтского, Георгия Победоносца, сейчас строится храм Ксении Петербургской. И этот храм люди пожелали в честь Казанской иконы Божьей Матери. Строительство храмов на земле это прежде всего созидание человеческих душ. Не каждый человек получает от Бога такую великую милость принять участие в строительстве Божьего дома. Господь призывает тех, кто готов откликнуться, кто уже начал строить храм собственной души. Потому что самое главное в строительстве каменных соборов это построение соборной души православной общины и всего православного народа. Под покровом Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Святого Великомученика Георгия, Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и Святой Блаженной Ксении Петербургской на Святом Ключе строится православная община. Меня сюда в Лаврика послал в начале 1992 года. Очень и здесь начала формироваться Ваша община. В основном это были пожилые бабушки, приносили иногда своих лучат, но среднего такого возраста мало было людей, в основном бабушки. Те, которые еще помнили, что их воспитывали, их бабушки, в церковь возили, местные жители, городские. Вот вся наша община была. Действительно, так оно и было. И благодаря отцу Георгию, который, возможно, помнишь, взял на себя эту нелегкую ношу воссоздание Святого Места Иоанна Кронштадтского. Но потом и усилиями его и многих очень людей потихоньку-потихоньку формировался приход. Начиная с первого храма, сейчас уже это храмный комплекс, по сути. Конечно, может, который еще до конца не совершен, но еще много сделать нужно. Но очень хорошо и красиво строится. Я думаю, все предприятия, которые были, они все участвовали в строительстве этого храма, потому что сам отец Георгий, он чист, он как ребенок, он как незащищенный ребенок, который понимает, что это нужно, а его душевное богатство, его вот эта незаземленность, вот это стремление ввысь и создать что-то и совершенно незаинтересованность в приобретении чего-то. Он совершенно, эти элементы у него отсутствуют, чтобы там делать что-то для себя, только для дела. Да, Георгия нашего, помним, как он начинал, с маленькой часовинки, вот тут у нас вот, значит, расположены недалеко отсюда, как начиналось строительство, как это все происходилось, то есть все это было в наших глазах. Храмы строились, и приход образовывался, и детей наших мы сюда водили, теперь уже водим и внуков. И когда в храме на литургии пациентов 30 детей, там от 2-3 месяцев до 15 лет, бегают, играют, веселятся, и потом все прочищаются, когда они вырастают, их видишь уже через 10 лет, они уже возмужали, кто-то уже женился или вышел замуж, и уже приходит со своими детьми. Это удивительная история, когда поколение, уже здесь 2-3 поколение появилось и приходит в храм как себе домой. ПЕСНЯ 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 Здесь преображаются души и сердца человеческие. Каждый по-своему приходит к Господу, и, наверное, если у кого-то это не пришло время, наверное, оно придет. Общение и знание Святых Писаний, оно меняет человека. Одним из первых вот таких наших бесед с отцом Георгием была фраза, которую он сказал, доискоро законно, что в любви сказано, что нужно хранить богатство на небесе, а не на земле, там нет ни воров, ни тли. Дело добрые дела, это и духовно, как-то себя чувствуешь по-другому немножко, но и видишь, что очень много людей, которые хотят тоже сделать, имеют возможность, но порой не знают, как это правильно сделать, куда прийти, где может их помощь пригодиться. Ведь у нас есть те, кто жертвует, например, там уже лет 20, небольшую сумму, но на кухне. И все едят там 20-25 лет, кухню бесплатно кормят всех прихожан, кто бы с вами приходил, и прихожан, и бомжи приходят, и все приходят, кому нужна эта помощь. В конце 90-х, начало 2000-х годов, там же вообще люди очень плохо жили, зарплату практически не выдавали, пенсии тоже плохо выдавали, и люди, в общем-то, не исчезнули, и поэтому вот очень много приходило в Артеменов нашу трапезную. День хорошо, кормит нас. Молимся мы. Молимся каждый день. Поведуемся. Бог тебе благословит, женой Чебарной, желать. Я понял тебя, я понял. Давай, Бог тебе благословит. Хранит вас тоже. Спасибо. Мы начали, значит, их кормить, и потом уже у меня пришло такое решение. Пока хоть один бомж будет сюда приходить, я буду работать. Вот я вот так уже решила. Потому что, думаю, это нужное дело. Мы их кормим, ванночку с собой даем, если вот... Есть даже вообще, мне дома ничего нет. Вот так я иду, и осталась. И сейчас вот так и работаю. Духовная, родная наша семья, это сравнение. И с нашим батюшкой, которую мы очень любим, и которую просим Богу. Господь сохранил его на долгие года и дал ему такие еще огромные, красивые дела, которые сотворяет он здесь, вот здесь, в этом храме. Потому что это одно из лучших, я считаю, не только в нашей стране, в нашем мире одно из лучших мест, потому что такая здесь довожелательность духовная и милосердие продевается. Я очень рад, что Господь меня привел в этот храм, что дает возможность здесь причащаться, исправиться, и спасаться. Дай Бог тебе здоровья главное. Вот такие будние дни, как мы говорим, что когда мало народу ходит, бывает до 50-80 человек, а в праздничные у нас бывает очень много. мы, не знаю, мы пятидесятку, котел, супа варим. Народу много бывает дети. В воскресной школы приходят малые, имущие люди. когда только отстроилась трапезная, это было, конечно, в диковинку всем, что у нас проходят обеды. В принципе, до сих пор в диковинку. Очень некоторые люди относятся так, что, ой, нет, 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 это же для бедных, это же для неимущих, мы уже дома покушаем. А трапеза, вот как говорит отец Георгий, это продолжение литургии, продолжение совместного служения. Поэтому приглашаем всегда всех после службы трапезничать обязательно. Но здесь вот это место, я думаю, никогда не забываю и не забуду, потому что чем оно прекрасно. Здесь след отстал Иоанн Кронштадтский, а где был Иоанн Кронштадтский, там всегда благое место. Вообще, такое чудо ничем не сравнено. Я, потому что его люблю и все его дело оно живет и радует. Здесь, в Святом Ключе, особенно чувствуешь дух святого праведного Иоанна Кронштадтского, который жизнь и душу свою положил на служение Богу и людям. В то время Кронштадт был местом высылки из Санкт-Петербурга порочных людей, бродяг, нищих. Они ютились на окраинах города в землянках и лачугах, бродили по улицам, попрошайничали и пьянствовали. В Кронштадтском порту было много чернорабочих, их семьи тоже жили в беспросветной нужде, в голоде и холоде. И вдруг среди этого мрака блеснул яркий луч Божьей любви. Молодой священник Андреевского собора отец Иоанн Сергеев стал посещать эти лачуги, землянки и бедные квартиры. На протяжении 53 лет своего служения в Кронштадте он делал все, чтобы помочь этим несчастным людям, дать им работу и надежду на лучшее будущее. В декабре 1882 года стараниями отца Иоанна был открыт дом трудолюбия для бедных и обездоленных людей. В нем были устроены рабочие мастерские, где в течение года работало 25 тысяч человек. Здесь находились женские мастерские, вечерние курсы ручного труда для всех желающих. Здесь же была школа на 300 детей, детский сад, сиротский приют, загородный дом для детей, народная столовая, бесплатная лечебница и воскресная школа. Затем был выстроен ночлежный дом, а потом странно приимный. Какое удивительное совпадение! Летом 1882 года Иоанн Кронштадтский впервые был на святом ключе, поддерживая благотворительную деятельность купцов Стахеевых, а зимой того же года он открыл в Кронштадте дом трудолюбия благодаря помощи православных меценатов, таких как Стахеевы. Это было начало очень важной социальной работы церкви, традиции которой возрождаются в наше время. На приходе святого ключа сегодня тоже работает бесплатная трапезная. Здесь оказывают возможную помощь бедным людям, раздают одежду, обувь, детские игрушки. Мы занимаемся обеспечением малоимущих семей, помощь малоимущим семьям, бомжам, ветеранам войны и семьям, попавшим в трудную ситуацию. То есть мы одеваем, поим, кормим, помогаем семейным устройствам, то есть жильем, как можем, бомжей собираем, устраиваем в жилище, потеряли документы, помогаем с документами, устраиваем на работу. Вот и в этом ключе мы занимаемся. В основном в городе помогают, мне обратились почти 72 организации, но помогают только отец Георгий. Церковь Иоанна Крашштадтского, мы работаем с ними вплотную, прямо отец Георгий, каждый день почти со званием, дай бог ему здоровья, оден в городе мне помогают, кормим, поим, одеваем с отцом Георгием. Очень много людей, в день по 10-12 человек, которые нуждаются в помощи, приходят, кому одеться, босиком приходят, кому накормить, кушать, нечего, очень много людей. Вот это очень благое дело, поэтому я бы хотел, как бы спонсор обратились, увидели это, что это благое дело. Ведь первый вопрос на том свете Бог спросит, он не спросит, построил ты дом, набрал денег, я помогу, говорит, Боженька, на левую сторону поставит похитил, а на правую хорош его. И вот скажешь, я тебе помог, а ты помог, когда жил в том мире, кто протянул ног у тебя первым, это и в Библии написано, и в Коране, поэтому как бы обратить, чтобы наши люди видели, что это благотворительство великое дело. Только я говорю, с отцом Георгием пока. Одежду раздавали уже неоднократно целую деревню одевали, но приносят и мы раздаем, чистим, гладим, люди полные машины увозят, а потом через недельку опять у нас весь склад полный. Эту комнату мы отремонтировали, приходили прихожане, помогали, плитки видите, все побегили, покрасили, и вот нижнекамцы приносят одежды тут, мы все развешиваем, ждет обувь, посмотрите, в каком состоянии, ни в мешках, все по полочкам разложено, всем нравится, приходите, забирайте, игрушек очень много. Прихожане приходят благодаря, они даже просят книгу жалкие предложения, благодарность хотят написать, отец Георгий сказал, это Господь Бог дает, у нас никаких книжек должно быть, все Бог услышит. Мне сказали приходите, и я вот с удовольствием уже четвертый год, и прям нарадоваться не могу, что здесь работаю. Это у нас мастерская при храме, мы здесь работаем, ведем работы, которые нужны при храме, шторы, подшиваем, вот венец, сейчас подшиваю, шьем, для детишек крестили, наборы, вот платьицы вот такие детишечка, вот рубашечки, все хбшное уже все, да, с пеленочками у нас, вот такие наборчики. То все, что нужно, что подшить, зашить, пришить, все, конечно, мы делаем здесь, и с удовольствием. Это мой дом, это моя семья, настолько уже с коллективом сдружилась тут, я не знаю, как меня сюда привело, за что, за какие заслуги в жизни меня сюда привел Господь, я очень рада. Поддерживая традиции странноприимства святого праведного Иоанна Кронштадтского, на святом ключе прихожане оборудовали несколько комнат для паломников. С какой любовью все это сделано? Ну, это для нас обычное дело, а для многих сейчас это чудо. Здесь нет евро мебели, люди вот эти выбрасывают, уже выбросили новости, а мы попросили, кто вот на дачу возит, или выбрасывают собирались, принести нам такие койки, кровать настоящая. Это все по крупинке собрато тут. Это подзорники Смурладского района села Егорькино, если оттуда я привозила. Вот эти подзорники тоже повар принесла, мама, какое-нибудь царство небесное, она вышивала, Галина Завутина, вот она принесла. Ну, все по крупинке, все-все вот так собрато, железные кровати с огорода привезли, у кого в огороде, у кого, ну, вот так, плыльки тоже, это все, ну, старые, собрали, и вышла такая красота. Святой праведный Иоанн Транштадтский много внимания уделял движению трезвенников, пытаясь искоренить порог пьянства на Руси. На приходе Святого Ключа продолжается это благородное дело. Сами вот трезвенники и призываем людей их тоже к трезвости, вот уже пятый год. Все же благодаря Господу Богу пришли в церковь, благодаря уже нету, что я раньше употреблял. Не знаю, кто кого-то привел. В общем, раньше тоже как бы был в затуманенном состоянии, а потом то, что протрезвился, и уже благодаря этому, этому, всему, хочу помочь людям. Стручимся во славу Божию. Святой праведный Иоанн Кронштадтский считал, что общество растленно от недостатка христианского воспитания. Как актуальна эта мысль звучит и сегодня, и как важно, что работа, начатая Святым праведным Иоанном Кронштадтским, продолжается. Более 25 лет на Святом Ключе работает воскресная школа. Занятия сначала проходили в старом домике, потом в трапезной, а сегодня для школы выстроено прекрасное здание с большими классами, концертным залом, другими помещениями. С большой радостью приходят сюда дети и взрослые. «Наша школа – это прежде всего школа радости, в которой педагоги стараются воспитывать чувство благоговения, любви к Богу, к людям, общая храмовая молитва, участие в богослужении, любой общий труд на пользу церкви, а также совместные чаепития, участие в различных конкурсах, мероприятиях, сближают детей и способствуют общению, в котором так нуждаются дети». «Победная весна сорок пятого Кружилась по земле спецнолдатами И врачи и счастливы святки прятали Победная весна сорок пятого Победная весна сорок пятого У кого есть желание быть активной учительницей в воскресе, что в приходе не за хожанами, а прихожанами и тех всегда наши руки распахнут, сердца тоже. На Святом Ключе продолжается строительство храмов и православной общины. Строится новый крестильный храм во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. Когда-то сама Ксения носила кирпичи на строительство храма, а сегодня по всему миру строятся храмы в ее честь. Для сохранения людей в вере и благочестии Господь прославляет на земле своих угодников, чтобы мы, подражая их жизни, могли приближаться к Богу и спасаться. Святой праведный Иоанн Кронштадтский учил, что все мы в Боге составляем одно целое ангелы, святые угодники и христиане, совершающие свое спасение. Этот дух единения в божественной любви творит свои дивные дела на Святом Ключе, преображая сердца человеческие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok